Этот праздник отмечает и супружеская пара Иван и Эмма Борисовы. Муж и жена много лет работают вместе в газете «Люверецкая панорама». Как совмещать семейную жизнь и работу, чета журналистов поделилась с нашей съемочной группой. Встретились 46 лет назад и больше не расставались. Судьбоносное знакомство произошло в стенах Московского государственного университета, где студенты Ивана и Эмма готовились стать журналистами. И вот однажды на 12 этаже корпуса «Б» я выглянул в окно, увидел рыжее пятнышко. Потом увидел через 2-3 дня снова, спустился где-то через неделю, это была Эмма, познакомился. И с тех пор между нами какая-то искра проскальзнула, и мы стали дружить. И вот однажды, как раз весна, май, конец мая, он приехал в гости к нам в общежитие. И у него полный чемодан. Я говорю, ты что там такой, как сундук такой везешь? Он его открывает, а этот весь чемодан полон ландышей. Цветы стали знаком для девушки, что Иван Борисов именно тот, кто ей нужен. После окончания учебы молодые расписались в знаменитом Грибоедовском ЗАГСе. Невесте было 22, жениху 27. Поселились в небольшом доме в поселке Красково. Приютила Люберецкая земля, приютила поселок Красково. Мы жили некоторое время в этом доме. Потом на этом месте была построена гимназия номер 56, а нам дали квартиру. Вот у нас уже были дети, двое детей, два мальчика. Сыновья Александр и Алексей выросли и создали свои семьи. Сейчас у Борисовых старших трое внуков. Советов о семейной жизни сыновьям родители не дают. Говорят, что лучший совет – личный пример. Семейные отношения у нас, я считаю, очень крепкие. Очень дружно мы живем все между собой. Лето считается, вот это время встреч. Супругов всегда объединял общий профессиональный интерес. Журналистика. Долгое время работали порознь. А только 10 лет назад стали вместе трудиться в газете «Люберецкая панорама». И вот последние годы мы работаем вместе, тандемом. Понимаем друг друга с полуслова. Вот он в разных кабинетах, вот он из своего кабинета скажет мне, там чего-то не хватает, надо подрубить хвост. Большой материал не лезет. Сообща решают и рабочие вопросы, и семейные. Во всем стараются находить компромисс, сохранять взаимоуважение. Когда рабочий день заканчивается, мы переключаемся стопроцентно на семейные дела, на игры с внуком, с одним, вторым, третьим. Сейчас уже мы прошли все тернии, как говорится. Кризисов не было, вот то, что на грани там развода. Я вообще не приемлю в семейной жизни разводы. Если ты выбрал спутницу жизни, будь верен, будь добр до конца. По признанию семьи Борисовых, терпение и умение прощать – основа их крепких отношений. В следующем году им предстоит отметить 45-ю годовщину свадьбы – Сапфировую. А там и золотая не за горами. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.